Ребята, всем привет! С вами канал Обзор Терапии и сегодня у нас опять с вами вот такие вот посылочки. Их тут сегодня 12, все они довольно дешевые, разные цены от 50 центов до 2 долларов, где-то в таком диапазоне. Напомню, что все посылочки, которые мы здесь сейчас откроем, вы тоже сможете заказать, потому что ссылки будут все в описании. Итак, поехали! И первое! Итак, продавец нам послал две посылки. Вот эту штуку я помню заказывал. Это похоже на чистилку для морковки. То есть вы, вот пусть будет эта морковка, то есть вы морковку кладете вот так и чистите ее как-то. С двух сторон она одинаковая, вся такая в пупырышках, видимо такая резиновая. Была у меня одна залежавшаяся морковка, вот она. Давайте, друзья, попробуем почистить. Итак, ну, как бы не знаю. Мне кажется, это какая-то хрень. Странный достаточно процесс. Конечно, она чистит, но насколько это эффективно, я сомневаюсь. Так что, друзья, выбирать вам. А эта вещица, я точно не знаю, почему он мне положил. Потому что это, видимо, чистилка для апельсина. Для апельсина или мандарина. Вещица тоже довольно простая. Работает она так. У меня нет апельсина, но у меня есть киви. То есть как-то вот одеваете на палец и вот так проводите и чистите. Видите? В принципе, она хорошо режет. Конечно, немного вандализм вот так киви чистить. Для этого она не приспособлена, я думаю. Но, в принципе, если киви спилы, тоже так можно. Так что, ребята, вещь понятная. Прямо такую я не заказывал, но я видел похожие вещицы на Алиэкспресс. Так что я оставлю вам ссылочку тоже на эту вещицу. Эта чистилка стоила 1 доллар, а для апельсина стоила где-то 40 центов или что-то вроде того. А мы идем дальше. Так, это у нас такой проводок. USB и microUSB. В принципе, много рассказывать о нем нечего. Он должен быть 1 метр длиной. Стоил он 1,15 доллара. Там были разные цвета. В принципе, симпатичный такой, простой. Весь резиновый. Здесь концы тоже резиновые. Ничего особенного в нем нет. В принципе, все. Идем дальше. Так, и следующее. Так, ребята, это похоже на ручку для пакетов. Она такая резиновая. То есть, вы вот так сюда кладете пакет и несете. Вот у меня есть пакет. Ручку нужно продеть вот сюда. Вот, друзья. Вот так одели и вот так несете. В принципе, с ручкой будет намного удобнее. Потому что есть такие ужасные пакеты, которые даже режут пальцы, когда там много вещей. Так что вещь, в принципе, полезная. Стоила такая ручка 75 центов. Там были разные цвета. Идем дальше. И следующее. Так, вот такой заяц. Это заяц для яиц. То есть, для жарки яиц. Очень прикольно выглядело там на фотке. Сюда вы засовываете желтки, а здесь белки. И получается, потом вы вытаскиваете такая мордочка с желтыми глазами. Это очень красиво выглядит. Допустим, утро кому-нибудь сделать такую яичницу. Так что, друзья, смотрите сами. Стоил такой силиконовый заяц. Доллар 15. Там были тоже разные цвета. Так что вещица прикольная. Один раз делать, я думаю, нормально будет. Что у нас здесь? Если честно, это довольно странная вещица. Написано было, что это защита для кабеля. То есть, там на фотографиях было, что они как-то обматывают проводок. И вроде бы тогда он не гнется, не рвется. Давайте, друзья, попробуем. У меня есть моя зарядка. Попробуем что-нибудь обмотать. Вот, друзья, смотрите, я обмотал. В принципе, выглядит на самом деле прикольно. Насколько это полезно, я не могу судить. Но проводок стал намного плотнее. То есть, он не так не сгибается, как раньше. Возможно, это и полезная штука. Не знаю, друзья, кто-нибудь из вас пробовал такую делать? На полный провод, допустим. Потому что она, в принципе, не такая уж и длинная. Я не думаю, что мне хватит на всю зарядку. Она стоила 36 центов. Так что, друзья, кому нравится, тоже можете заказать. Идем дальше. Так, друзья, такие вот улитки. В общем, работают они так. Если у вас есть кружка, и вы пьете чай, вставите улитку вот так. Кладете пакетик с чаем. И можете накрутить на эту улитку этикетку и веревочку с этикеткой от чая. Чтобы, типа, она, наверное, не болталась, когда пьете, и не мешала. Но, по крайней мере, на картинке было так. Насколько это полезно, опять же, я сомневаюсь. Но это прикольно. Это прикольно хотя бы на раз где-нибудь кому-нибудь показать. Я думаю, это будет нормально. Вся эта Арава стоила 77 центов. Здесь их 5 штук. По мне, так это немного бестолково. Так что, друзья, выбирать вам. Ссылочка будет тоже в описании. Идем дальше. И дальше. Так, ребята, это такой супер-пупер многофункциональный ключ-нож-открывашка. Такой все красивенько в коробочке пришел. Стоил он 1 доллар. Написано, что он может выполнять 6 разных функций. То есть, так, давайте откроем хоть что-нибудь. Так, вот так он открывается. Вот, даже вот так открывается. Ну, в общем, открывашку я вижу. Отвертку вижу. Типа какой-то ножичек с зубчиками. Что-то еще есть. Возможно, брелок. Брелок может быть тоже функция. Написано, что это типа ульти-кей. Ульти-ключ. По швейцарской технологии. Ну, в общем, какой-то супер-мега-ключ. На самом деле, тут нет ножика. Но, возможно, это и есть ножик. Но он совсем маленький. Какие 6 функций? Я тут не знаю. Я насчитал 4. Возможно, друзья, вы насчитаете больше. В принципе, наверное, полезно. Открывашка и отвертка – это все-таки нужные вещи периодически. Так что, друзья, стоил он 1,12$. Идем дальше. Так. Это, я думаю, такая пила. Проволочная пила. Я такой никогда в жизни не пользовался, если честно. Но нарисовано было, что, в принципе, ее можно пилить и деревья, и всякие мелкие вещи. Обхватываете дерево, туда-сюда гоняете, и типа оно пилится. Она как колючая проволока, только тоненькая очень. В принципе, я ни разу не пробовал такой пилить. Не знаю, насколько эффективно. И, может быть, друзья, если вы пробовали, можете написать в комментарии. Стоит ли такую другим покупать? И стоит ли она своих денег? Стоила она 1,16$. В принципе, недорого. Возможно, она и рабочая. Так что, друзья, вот такая. Идем дальше. Так. Это у нас ручка. Ручка довольно красивая. Она необычная. Тут еще у нее и стилус. Здесь внутри кристаллы. Написано было типа «Сваровский». Ну, конечно, никакие не «Сваровский». Разные были цвета, с разными кристаллами. Пишет она синим. Давайте проверим стилус. Стилус работает прекрасно. Ручка довольно полезная. Я ее покупал за 70 центов. Сейчас она стоит 50 центов. Так что, друзья, смотрите сами. Что у нас тут еще есть? Так. Вот такая вот резинка. Видимо, подставка для кофе, для чая, для стаканчиков. Старбакс. Если, друзья, кто-нибудь из вас фанат вот этих кофейн, то такая штука, наверное, для вас. Там были разные цвета. Черная, красная и зеленая. Старбакс. Стоила она 60 центов. Я такими подставками особо не пользуюсь. Но выглядит она прикольно. Она такая немаленькая. И любая кружка на нее поместится. Выполнена довольно качественно, без всяких смазок тут. И выглядит прикольно. Идем дальше. Предпоследняя посылочка. Так. Я уже вижу, что это такое. Это нож-кредитка. Конечно, какой-то она немножко грязный, замызганный в чем-то. Непонятно, китайцы, что тут делали с ним. К сожалению, ребята, я искал его на Алиэкспресс. Его там больше нету. Не знаю почему, но их там больше не продают. Я их искал через Google и где-нибудь еще. Но не смог найти, друзья. Простите уж. Если у кого-нибудь есть ссылочки, где они продаются, то скиньте, пожалуйста, в комментарии. Ужас. Ножик весь грязный. Смотрите. Не знаю, в чем он. Даже не хочется прикасаться к этому. Стоил он 1 бакс. В принципе, удобная штука. Не знаю, насколько полезный. Но он довольно острый. Так что, друзья, смотрите сами. Если у кого-нибудь есть информация о таких ножах, то, пожалуйста, скиньте в комментарии. И последняя посылочка на сегодня, друзья. Так. Вот такое вот яблоко. Типа Apple. Для фанатов компании Apple такая штука точно пригодится. В общем, она такая двухсторонняя с присосками. Не знаю, для чего. Вот она, в принципе, нормально клеится. На фотке было так, что клеили ее к зеркалу. И потом мне можно к нее приклеить или шампунь, или телефон. Посмотрим, как кружка клеится. Наверное, будет держаться. Блин, ребята, эта штука реально оказалась довольно крутая. Ее можно клеить на любую плитку. Вот так вот приклеил. Взял кружку. Хоп. И поставил. И все висит. И спокойно висит. Не знаю, насколько это нужно, конечно. Но это прикольно. Такой вещицы у меня еще не было. Я думаю, ей применение можно найти в любой момент. Там были не только яблоки. Там были какие-то цветочки или еще что-то. В общем, друзья, кому нравится такая штука, можете тоже заказать. Вот такие вот посылочки у нас сегодня, ребята, были. Кому что-нибудь понравилось, можете заказать. Ссылочки в описании. Друзья, делитесь этим видео, показывайте друзьям. Поддержите меня лайками, комментариями, подписками. Впереди нас ждет еще очень много крутых посылок. Это был канал Обзор Терапии. Всем пока!